Не надо пока, ну ладно. Добрый вечер. Ну а сегодня будет немножко нестандартный урок. Мы объявили тему Кто виноват и что делать? Назвали его Игрейским математикой. Итак, и это все в продолжение к прошлому уроку. На самом деле это будет такой заключающий урок в общем-то по многим нашим урокам, которые в общем-то разбирали всякие интересные темы. В основном отступление от нашей главной темы урота Чува. Все, что мы брали со стороны, я хочу сегодня это сделать некоторое... Подвести какой-то итог. Я хочу сегодня поговорить про мир идей. И что нам делать, если идеи противоречивают друг другу? А до этого давайте я задам вам вопрос. Что делать, если какая-то правильная идея, которую я хочу объяснить ребенку, а ребенок не в состоянии эту идею воспринять? если я ее по правде, так как нужно, сейчас буду ребенку объяснять, эта идея ребенку навредит больше, чем принесет пользу. А что мне делать? Это вопрос. Пожалуйста. Ну что, на Хамане так сменах нету все же? Ну, мне кажется, ответ очевиден, что надо адаптировать ее под некий машаль, под некую аллегорию, чтобы действительно было понятно это ребенку. адаптировать идею. Отлично. Правильно. Хорошо. Адаптировать. Но на самом-то деле очень может быть, что адаптированная идея она ну как бы она будет понятна ребенку, но она уже будет не точно, мягко говоря, не совсем правильная или она в общем-то будет совсем неправильной. Ну, я на это думаю. Просто надо добавить, что это должно быть в динамике. Нельзя эту статику сказать, вот, ты запустил одно, нет. Надо все время в развитии давать ребенку дальше более высокий уровень, более высокий уровень. Значит, слушай, то, что я тебе рассказал вчера, это неправда, это я тебе соврал. А правда это вот так. А то, что я тебе рассказал позу вчера, поменялось вчера. А то, что я тебе рассказал сегодня, это папа врут будет. забудьте, забудьте, что вы все учили в институте. Да, да, да. Ну, я думаю, например, о том, что если идея действительно может принести ребенку вред, это говорит только о его уровне познания. То есть, ребенок, который воспринимает все по принципу разделения добро и зло, да, резко так, нет плавного перехода, нужно подождать, пока у ребенка сформируется более взрослое, зрелое восприятие для того, чтобы эту идею адекватно восприять. То есть, может быть, подождать или подготовить ребенка, воспитать до уровня того, когда он уже сможет воспринять эту идею адекватно. Отлично. Отлично, большое спасибо. Подождать, подготовить и воспитать двумя руками за. Итак, получается, что если есть идея, которой можно ребенку ее дать, и ребенок не может эту идею воспринять, не нужно его воспитать, не нужно его подготовить. Теперь, а если для того, чтобы подготовить, мне пока нужно будет рассказать ему полностью противоположную идею, чем начальное правильно нужно. Это нормально или это нельзя так ни в коем случае? Самый лучший, самый быстрый способ подготовить ребенка это рассказать ему противоположную идею. Он ее съест, через 5 лет это его продвинет вперед, через 5 лет он повзрослеет, я ему смогу рассказать настоящую более высокую идею как это работать в коем случае нельзя. Это как ответ на вопрос, откуда дети берутся? как у нас сегодня будет много сложных интересных вопросов, ну хорошо, да, из капусты, да, Наталья, я очень, я очень правильно, я очень согласен с вами, что именно действительно нужно ребенку, в общем-то, его нужно выразить, я прошу полсекунды, Натан, останови запись, я прошу полсекунды, у меня сейчас будет остановка на минуточку, прошу прощения. Натан, продолжай, включай запись обратно, и так, мы продолжаем, значит, вопрос, который, Натан включил, вопрос, который мы задали, что делать, если у меня есть идея, которая, ребенок ее не может усвоить, значит, Михаил предложил адаптировать идею, иногда это возможно, иногда нет, ВВАГ предложил подождать и ребенку эту идею дать позже. Отлично, мы упомянем эти обе варианты. Сегодня в продолжении урока. Итак, дальше, соответственно, я спросил следующий вопрос, а что делать, если пока с тем, чтобы ребенка подготовить и пока, чтобы он вырос, воспитался, мне ему нужно дать идею, в общем-то, противоположную той, которая правильная настоящая, которой я ему готовлю. Это можно так делать или нельзя так? Как вы думаете? А почему можно и почему нельзя? Ну, нельзя вроде как, потому что получается, что, в общем-то, я ребенку скармливаю неправильную идею и, честно, вранье. А почему можно? Потому что я его готовлю к восприятию, к взрослению, я его продвигаю вперед, и ему можно. И тогда он сможет идею настоящую, правильную, как нужно воспринять мировоззрение и так далее. Мне кажется, это будет удобнее на примере все-таки рассматривать. Пример мы рассмотрим, пока я без примера. Вы знаете, если рассматривать с точки зрения воспитания ребенка, вернее, почему нужно себя хорошо вести, то как-то допрашивать само собой, чтобы тебе плохо не было. То есть, здесь получается, что возможно, мы подменяем его отношение к Богу, например, в этом случае, как к тому, который может наказать. тогда ребенка мы как-то все равно запугиваем. Это противоположная идея тому, что Бог есть Любовь. Вот вам пример для желающих. Не нужно так далеко идти, не нужно к Богу. То же самое с родителями и детьми. Папа вытаскивает свой большой, широкий ремень и угрожает им или его применяет. Изменя на то, что родители это любовь и все они заинтересованы в том, чтобы ребенок не бегал за мячом через дорогу ни в коем случае, даже если очень большой интересный мяч и очень маленькая дорога, если нужно, он может выпороть ребенка широким ремнем, чтобы он хорошо запомнил и без вопросов не бегал за мячом на дорогу, несмотря на то, что папа, мама это там любовь и мир дружбы и живота. Итак, я к чему все это? Что, как я вот назвал урок еврейская математика, когда у нас есть две, два утверждения, две идеи, да, то как бы мы привыкли в математике, физике решать, какая из них правильная? И у нас есть критерии истинности, что мы считаем правильным? То, что, например, соответствует реальность. Соответствие реальности у нас это физики критерии истинности. В математике, допустим, это будет у нас непротиворечивость, возможность доказать по данным правилам. А какой, ну, мы это упоминали сейчас, я это упоминаю, мы сказали, но сегодня будет сборная отовсюду. Идея, которую я сейчас говорю, она для меня, в общем-то, достаточно новая, я ее, может быть, год, может быть, полтора, может быть, и меньше назад. услышал в первый раз от имени, от Равшарка, от имени Равкука, что в юдаизме у нас критерий истинности это моральное продвижение. Такой критерий истинности немножко взрывает нам голову, мне, по крайней мере. И понятно, что это то, что называется на иврите медром холоклак. Быстро можно куда-нибудь скатиться с таким критериям истинности, но тем не менее, это действительно критерий истинности, и он очень хороший, он нам помогает. Он нам очень хорошо может ответить на, допустим, на наш вопрос, а что, если нет для воспитания ребенка, нужно заменить идею, которую он сейчас не может воспринять, если я ему ее дам, такую, какая она есть. Он ее воспринят в моральном плане абсолютно отрицательно, я могу ее заменить любой другой идеей с тем, чтобы ребенка продвинуть, и завтра, послезавтра, опа, а я не включил, значит, включаю. А завтра, послезавтра он смог эту идею воспринять. Если критерий истинности у нас моральное продвижение вперед, то вполне нормально и легитимно отступать от критерий истинности, допустим, физического, потому что у нас другой, и по нему мы себя меряем. Для чего мне это нужно? Это пока мы так сделаем звездочку, это в скобочку. Второе критерий истинности. Следующее. Мы говорим про то, что у нас Бог один, и он у нас источник всего. Из этого у нас выходит очень много выводов, в том числе противоречия. Зло на сегодня мы затрагивать не будем, как я сказал. Но если все исходит от Всевышнего, то у нас получается, что все идеи, в них есть что-то хорошее. По крайней мере, все идеи, которые люди берут к себе и смотрят и так далее. Не просто какие-то вопли сумасшедшего, но идеи, которые распространены в человеческом обществе, в общем-то практически любые, они положительные. Вопрос в том, что делать с идеями, которые отрицают одну другую. И вообще, как с этими идеями работать с разными? Это мой сегодня, поэтому я хотел посетить сегодняшний год. Ответ, что по-еврейски вопрос задан неверный. не какая идея правильная какая-нибудь, а правильный вопрос по отношению к любой идее должен быть такой. А где эта идея и место? В каком случае эта идея может принести пользу моральную? Это верный еврейский вопрос. И теперь мы попробуем начать приводить пример. Я насчитал пока у себя теперь я буду говорить от имени Равкука я буду говорить от имени иудаизма систему Равкука. Есть внутри иудаизма те, которые не знают этого, не принимают этого и так далее. Вы меня простите иудаизма я буду рассказывать что я выучил Равкука и большую часть этого мы учили с вами вместе. Так что Равкука достаточно широкие имеют авторитеты плеча чтобы я мог все такое делать. Итак, если у нас есть противоречащие идеи, у нас есть несколько методов их в нашей такой резкой системе координат попытаться что с ними делать, как мы их примерим. Но теперь давайте действительно приведем пример тоже такой урок Равшерки вот по поводу родителя ремня и любви с еврейским народом. Еврейский народ нужен для того, чтобы все-таки божественную любовь принести в мир. Допустим, как мы начинаем? Как мы начинаем? Приходят евреи и говорят всем. Мы и вы мы отдельный народ избранный. Что к чему-то приводит сразу же. Ах вы так? Значит мы вас не любим. Мы вас не набидим. Если прилет человек в комнату и скажет я и вы, он как бы сделал такое разделение. Первое, что происходит, его начинают не любить, мягко говоря. по-простому ненависть. Что говорят евреи? Отлично, очень хорошо. Почему? Потому что, как говорит пословица, от любви до ненависти один шаг. Ты меня сейчас не любишь, значит завтра сможешь любить. Но главное, что не относишься ко мне равнодушно. То, что я говорю, будет давать волны. Это как раз вот та наша идея, когда мы сказали, а почему бы нам не поменять идею на полностью противоположную. Если какая-то идея, чтобы ее принести, нужно на первом этапе заменить ее на противоположную идею. Нормально. Можно. И вот мы это самое. На своем горбор это дело тащим. Или допустим, как вот дистанция есть в армии между командиром и подчиненным или учителем и его классом. Не потому, что он как это сном, а потому, что это нужно для того, чтобы учить. Итак, если у нас есть идеи разные, одна система эти идеи их примирить, это то, что я как бы называл дифференциально-интегральное исчисление. Сперва мы дифференцируем, потом интегрируем. Что такое дифференциация? Это разрезать, разделить. А потом интеграция. То есть мы берем идеи и раскидываем их по разным углам. Каждая из них оформляется сама по себе. Когда они все вызрют, я смогу их начать делать из них синтезу их объединять. До того, это невозможно, потому что идеи еще не вызрали. Не вызрели. Более того, пока идеи вызревают, не хорошо, чтобы они признавали друг друга. их ненависть и неприятие одной другой помогает им самим собой, самим себе вызвать. этот пример мы видели, мы его не учили, по-моему, здесь. Но есть у Рава то, что такая вот глава называется «Ширами рубах». Четверная песня. Герам Герам говорит, что есть люди, которые поют песни своей души. А есть люди, которые поют песни своего народа. А есть люди, которые поют песни всего человечества. А есть люди, которые поют песни всего мира. А есть люди, которые поют все эти четыре пиццы теперь если мы подумаем то первые четверо как из них не лучше и не хуже другого и он политически окажут совершенно по-другому одни индивидуалисты другие националисты и так далее третье безрозные космополиты и т.д. и т.п. обычно этими людьми мы можем заселить парламент и они будут представлять разные части каждый из которых будет относиться к другим с ненавистью нелюбовью неуважением в конце концов прав говорит а высшее это когда они смогут и гниться в одной душе для этого спира нужно вызвать это первая система что нам делать с противоречащими идеями дать и вы дать не мешать им противоречить одна другой дать им вызреть после этого мы можем сделать объединение интеграцию еще один пример этого типа работы идеи это мы да по моему учили вместе с вами есть интереснейший мидраж который говорит что в конце мира всевышний устроят кориду схватки гладиаторские бои схватки двух мифических животных дикого быка который там за один день съедает траву с тысячи гор и по моему гигантского кита морского который тоже там большой сумасшедший ну да левиатан левиатан да как его просто перевести по-русски я не очень знаю и мидраж говорит что будет великая битва и земля будет содрогаться и и и она закончится тем что эти звери зарежут друг друга а кит своим плавником перережет горло быков бык в этот же момент поднимет на рога этого кита а значит оправедники будут сидеть на трибунах и в конце концов и достаются трапезы в шатре из шкуры не помню по моему левиатана левиатана этого как его но кита они будут есть мясо быка или наоборот неважно раз этот мидраж объясняет как войну святости с холь как-то будет по-русски с не с природой с обыденностью в нормальной нашей жизни святости будничность они не любят друг друга они воюют друг другом это идея которые достаточно противоречит на другую либо святое либо будничный в конце концов правильная идея это совмещение того и другое то что раз называет высшей святостью необычная святость и не будничность а высшая святость и это относится к тем праведникам кто ждет на трибунах и смотрят за этим боем и аплодируют опять мы видим две противоречивые идеи которые развиваются параллельно в конце концов происходит интеграция так первая система дифференциальное интегральное исчисление в че сперва идеи разбегаются по углам выкристаллизовываются после этого происходит возможность их интеграции кстати это же причина того что в нашей недельной главе братцы им было очень важно женить своих детей именно не на дочерях хаманейских этой земли а из своей семьи а потом в конце концов яков мы не видим что он завещает своим сыновьям не жениться на египтянках на хаманейках и так далее и более того так ничего по этому поводу вообще не написано видимо что все жены такие всех колен израиля были уже из местных по крайней мере это видимо точно так по отношению жены иуды это рассказано что взял жены с девушью девушку а в чем почему потому что когда до якова еще не было не был выкристаллизован еврейский народ от него должен был еще отойти ишмаэль должен был отойти Исаф после того как уже есть еврейский народ можно принимать гений как будто то есть идеи нужно выкристаллизоваться и для этого нужно чтобы ей не мешали поэтому как говорит Раф Кук очень интересная идея есть место даже для беспричины ненависти в чем плюс в чем положительное свойство без причины ненависти тем что дается возможность идеи вырасти кристаллизоваться как мы говорите лявши созреть потому что если изначально я буду признавать место другой идеи тоже я не смогу моя идея не сможет нормально выкристаллизоваться поэтому есть место также для беспричины ненависти понятно что временно это одна система которую я ношу вторая система это что идеи меняются идеи меняются например идея свободы очень хорошая идея настолько что ежегодно мы празднуем наш праздник Песах из-за выхода из свободы на свободы это также не только еврейский праздник для всех народов тоже свобода это хорошо соответственно еврейский вопрос а противоположная идея идея рабства у нее может быть что-то положительное но мы ведь учили недавно про свободу и рабство не так давно да что таки да может быть положительное да может быть что может быть положительное в рабстве очень просто прижать тебя и уметь преклоняться перед допустим богом это положительное себя немножко как это сложить и перед кем-то более старшим умным важным преклонить немножко это хорошее качество в меру как и все но это хорошо поэтому не только для того чтобы почувствовать свободу как контраст от рабства мы были спущены в Египет до того как мы из него вышли но также что рабство оставило в нашей душе нижний самый примитивный но положительный этаж фундамент умение себя принизить в высшем своем воплощении это умение себя принизить перед богом но для этого нас нужно было втаптывать в грязь двести или там четыреста лет в Египте чтобы это свойство зашло в душу после этого идея рабства ставится в сторону и мы выходим со знамем идеи свободы но свобода тоже это значит не неограниченная свобода а ограниченная свобода но неограниченная свобода это же тоже хорошо поэтому мы идем к неограниченной свободе потихонечку как мы учили абсолютно верно Шире что давать свободу тому кто не готов это разрушительно для них мы это учили именно как раз недавно в главе про либеральность и религию то есть у нас есть примеры когда идеи сменяются более того тоже по Рафшарке этого мы не учили с вами вера в единого бога это классно соответственно вера в идолов это плохо а если что-нибудь положительно вере выдал это вопрос ну да я думаю что по аналогии в принципе тоже можно сказать что есть что-то положительное это это ставит человека в подчинение от кого-то в данном случае от каких-то высших сил чем свои собственные это это наверное один из этапов познания Всевышнего Бога потому что если человек полагается только на себя он будет отрицать всякое влияние другой силы на свою жизнь или на окружение спасибо как странно это не звучит по крайней мере из уроков Рафшарке то что я слышал безусловно идолопоклонство в свое время это был безусловно шаг вперед по сравнению с состоянием в котором было человечество дотом например в этом плане можно допустим вспомнить жертвоприношение Авраама у нас это тоже кстати не в нашем чате но в чате по моему параллельно про недельную главу это тоже всплыло вот а что же делать а как же так Авраам принес жертву своего сына а если меня сегодня Бог попросит что делать да как бы проблем я вот тоже подумал по этому поводу и я как бы пытался посмотреть на это с абсолютно противоположной точки зрения что такое вот в идолопоклонской культуре действительно приношение детей в жертву Бога это это абсолютно ужасная идея для нас сегодня ну давайте это пока ужасность положим в сторону и попробуем эту идею разобрать я служу своему богу или божеству да не важно как мы его называем и я хочу ему показать ему себе и доказать полную абсолютную преданность полную что я всеми силами от начала до конца я готов за него давайте на сегодня поменяем на родину окей приносить детей в жертву богу ни в коем случае а послать их в армию это положительно и очень почетно но я же приношу здесь детей жертву государству родине идеи теперь идол это в общем-то воплощение этой идеи в форме принести себя или самое дорогое что есть у тебя в жертву идеи допустим революции сегодня воспринимается нормально за сионизм за революцию за какую-то идею которая как бы более глобальная принести доказать свою преданность этой идее тем что я приношу самое дорогое что я жертву или как бы даю возможность что такое случится воспринимается гораздо лучше теперь как я могу таким образом я могу показать богу что я даю ему все самое дорогое что конечно принести в жертву первенца потому что первенец это не потому что люди их не любим наоборот самое дорогое что есть у человека особенно прошлое мой сын мой первенец израиль это не было сказано в пустоте сын первенец это самое дорогое что из человека принося это в жертву человек показывает свое полное неподчинение даже а соответственно слова у меня побежали но я думаю вы меня поняли человек показывает свой полный битуль только я не знаю как это по-русски битуль а полное соответствие этой идее что ради этой идеи готов принести в жертву самое дорогое что ли хорошо теперь эта идея плохая сама по себе или нет эта идея эта идея отлично эта идея отлично и она должна быть у нас и в иудаизме как и вся идея только немного облагороженная не в грубой форме а в более тонкой форме соответственно Авраам не приносит жертву своего сына кстати в Танахе есть человеческое жертвоприношение которое было благосклонно принято было была война евреев простите я не помню с кем с каким-то с Моабом с Моабом да и написано в Танахе такой не очень не очень понятный рассказ о том что царь принес на стенах в жертву своего сына первенца и у евреев случилось какое-то не знаю что встали и они сняли осаду и ушли рассказ в Танахе не очень не очень распонятный Медраш объясняет это так он спросил мавский царь спросил у своих советников про евреев кто они такие чем они отличились им рассказали вот у них был такой правец пратец Авраам он принес жертву своего сына к Богу Бог его любит он спросил его по-настоящему принес жертву или так поигрался и отпустил я сказал нет не по-настоящему а я принесу по-настоящему по Медрашу по объяснению наших мудрецов он не принес ребенка в жертву идол он принес его в жертву нашему Богу и как бы то есть понятно что эта идея абсолютно неприемлемая на уровне нашего сегодняшнего мировоззрения но даже у нее мы увидели что есть какое-то нужное очень нужное положительное зерно так значит мы говорим про идеи которые меняются одна идет за другой еще один пример мы это не учили теперь я прошу прощения примеры которые сейчас привожу каждый пример это урок поэтому я действительно не уверен и у меня получится сегодня что-то объяснитель просто запутать но вот так у меня получилось на сегодня вы мне скажете потом что вы слышите я вот недавно учил Раф рассуждает про развитие тора и науки он говорит такую вещь наука наука может продвинуть мораль очень 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 сильно вперед как катализатор в как рычаг такой в сто в тысячу раз больше чем она сама по себе но если это произойдет раньше времени то это как воздух который дует на огонь если огонь маленький он его задует если огонь уже разгорелся то он его раздует поэтому в начале на протяжении человеческой истории нам нужно было вкладывать в развитие морали и специально придерживать науку чтобы она не развивалась понятно что никто этого не делал специально но на уровне божественного управления миром как бы это то что происходило в конце концов когда мораль уже стала достаточно сильной то открытие науки ну в смысле открытие то что наука начала сильно развиваться и продвигаться вперед может дать может сработать сейчас моралью как катализатор гораздо больше чем без нее но если это будет работать немножко раньше это просто задур это нам немножко напоминает тему которую мы научили про рабство и либерализм что свобода это хорошо и правильно но если это раньше времени это может нам все разрушить здесь тоже подобная идея о чем что идеи идут и друг за другом они сменяют одна другую это нормально теперь я сейчас возвращаюсь назад мы начали с того что принцип наш он не какая идея правильная а в данный момент времени какая идея продвинет меня морально вперед в начале мы должны дать рабство а на нем следующим этапом свободы так будет правильно и так теперь мы сейчас говорим про общечеловеческую историю соответственно чтобы идея человек человечество впитали идею недостаточно хорошей красивой лекции от харизматичного лектора это должно пройти через сотни или тысячи лет когда эта идея владеет миром впитывается в подкорку в кости в мясо людей человечества всего после этого когда это хорошо вот на таком уровне усвоено можно проходить дальше теперь у нас есть идея это в общем то немножко а еще одна следующая теперь этап который мы доучили мы это учили с вами здесь на семинаре мы учили это да из книги урота кодаш по поводу опять-таки двух противоречивых идей о том что кто несет свою ответственность за мои действия одна идея говорит что за свои действия отвечаю я вторая идея говорит о том что бог который создан мир без его ведомления ничего не происходит соответственно отвечает он идея противоречит на другой вот так вот так в лоб что делаем раф предлагает их не применять вообще а как это водоразделять их чего то есть дело какое-то мое действие или мысль мы просто перепрыгиваем из одной правильной идеи в другую правильную то есть в каком месте эта идея правильная до чего без чего я ты отвечаешь за свои поступки полностью сам сделал чего как положено ответственность за сделанные дела переходит богу поэтому учили тоже отдельно непростая тема например у нас есть две противоположные идеи мы не спрашиваем здесь вообще кто прав кто виноват какая идея лучше нет мы говорим ты положительно морально будешь работать в этом месте а ты вот здесь если это поменяю выйдет очень плохо я возьму правильную хорошую идею что бог за все отвечает и поставлю эту дочь швы от чего вы ко мне пришли с претензиями бог тут все это самое это все божественное провидение он так решит или наоборот да я сделал дшву а после этого продолжаю тянуть на себе этот самый камень вины самообвинение стыда и так далее я не смогу идти дальше еще один вариант который мы видим в идеях у нас как решить противоположные идеи или идеи которые не хорошо состыкуются есть мысль а то что называется внешне и внутренне это то что мы разбирали на последнем город у нас есть правильное хорошее что я есть я обладаю свободой выборов я обладаю ответственностью у меня есть чувства мысли это все мое никто меня это взять не может а да есть бог еще правильно тоже есть да вот есть я есть бог я маленький бог большой это хорошая идея из этой идеи правильно морально можно жить и продвигать в этой идее проблема очень серьезно что если я живу с этой идеей бог всегда далеко не важно что я делаю как я сам бог далеко а мне не хватает я хочу чтобы он был близко мне очень не хватает как бы мешает не только у человека у человечества с таким взглядом бог он всегда далеко всегда есть пропасть пропасть между мной и богом это то что мы учили на прошлом уроке теперь есть противоположное дело меня нет есть бог и все что не идет по воле бога это вообще дурное воображение мне не нужно бороться собственно дурным началом нет мне нужно бороться только с собственным глупым воображением меня нет теперь если меня нет есть только бог он очень без он очень без мне хорошо поэтому всех осидим они радуются они полной энергии они полной радости очень хорошо но с этой идеей жить и существовать в этом мире плохо неправильно вам говорили две вещи одно он упомянул слово хинух то есть воспитание то есть мы придем к правильной второй идее потихонечку с течением времени пользуясь идея о том что я есть живя и лучшая наш мир а второе что он привел это внешнее и внутреннее одеться в одежды облачиться он пользовался этими глаголами это значит что у нас теперь внешнее и внутреннее это не очень привыкли что внутреннее душа это хорошо внешнее тело это плохо внутреннее это неправильно власти идея о том что идея они идут сверху вниз а потом они идут обратно снизу вверх так вот когда идеи идут сверху вниз они преображаются то что то что на языке каббала мы говорим что идеи они теряют свою мощь своего света становится более темным в переводе на наш язык идеи теряют качественно они могут даже превращаться в свою противоположность была высшая идея о том что бог хочет дать всем добро божественное милосердие и что он пошел всех закармливать конфетами нет он подумал и решил что самая лучшая дорога чтобы мы удостоились божественного блага это если мы сами его заработали идея божественного милосердия спустившись на один этаж вниз превратилась в божественный суть полностью перевернулась есть есть такое теперь не обязательно каждый раз но идея когда она спускает и мы говорим что ее свет уменьшился имеется ввиду что произошло качественное ухудшение не только количестве например у нас есть любовь трепет перед богом боязнь боязнь наказания это идея которая сверху вниз и чем ближе к реализации тем она грубее теперь грубее это не хуже это то что нужно тому уровню на который она спустилась а после этого наша задача работа на этом уровне подниматься наверх соответственно к чему мы это к тому что это вот идея о том что человек есть и у него есть свобода выбора и у него есть его все чувства она может быть не до конца правильная нам это абсолютно не важно нам важно что в моральном смысле нас продвинет сегодня и эта идея в моральном смысле нас продвинут в будущем теперь но нужно знать что эта идея теперь когда я как я сказал уже когда я только с этой идеей мне плохо потому что да я продвигаю мир я себя веду морально все хорошо но бог дарит это меня постоянно в сердце скребет как-то колет болит если у конкретного человека нет то у человечества как у общего организма да ты живешь постоянно с идеей что бог он далеко плохая жизнь как-то некачественная поэтому ты должен знать что есть еще другая идея более внутренняя она принадлежит более внутреннему миру она меньше принадлежит нашему миру действия она больше принадлежит миру мысли и еще более высокому миру и к ней нужно обращаться время от времени а не жить непостоянно ну что спустили сверху поднимаемся снизу вверх через какое-то время после воспитания после того как мы сказали как идея о том что я есть у меня есть свобода выбора я отвечаю за свои поступки и так далее въедется нам в кости в мясо во все наше существо вот тогда мы сможем потихонечку более раскрывать идею о том что у нас на самом деле нет что есть только Бог и только Божественное я это говорю как это самое как ритм мне очень тяжело лично с идеей что у меня нет и что у меня нет свободы выбора единственный поэтому мне очень сложно до сих пор сложно читать допустим хасидские истории единственный кто дал мне возможность эти идеи хоть как-то воспринять почему потому что его подход как спорят две идеи я прав а ты нелегитимен я прав и тебе нет места а Раф Кук даже если он говорит что ты прав или ты прав у него есть легитимность и кто идея к этой идее он с симпатией относится к обоим он понимает для каждой идеи где ее правильное место это кстати точка зрения правильника настоящего который понимает для каждой идеи где ее место как сказал Раф Кук у него есть такая фраза когда говорит вместо того чтобы спорить с человеком скажи ему в чем он прав тогда он сам поймет в чем он думает что имеется ввиду именно это когда точно понимаешь где правильное место тем идеям которые больны которые которые очень близки конкретному человеку он сам поймет что распространять их куда-то дальше этого места это может быть уже неверно особенно когда ты будешь как мы по-нормальному спорим говорим что все твои идеи абсолютно неверные это конечно ничего правильного не будет и еще напоследок уже видимо это я забыла же напоследок еще конечно идея это социализм и капитализм великолепно кстати теперь внимание правильная идея внутренняя идея окончательная идея это конечно социализм и капитализм и социализм и коммунизм это я вам говорю кстати как заядлые капиталисты но в таком виде как сейчас эта идея для будущего в нашем мире она не работает но она очень нужна как внутренняя идея о том куда мы двигаемся что будет и так далее чтобы действительно капитализм не был как говорят на игре свинский она должна быть внутри но попробовать на ее основе построить на сегодня общество это гораздо хуже самого свинского да то есть мы наелись идея социализма так что вы меня простите и все щелеплю почему потому что была взята внутренне была взята более утонченная идея и было решено это как корох он сказал что все равны все равны перед Богом это неправильно конечно это правильно это не место и не время для этой идеи эта идея раньше времени разрушительно поэтому его проглотила земля я практически весь урок разговаривал теперь действительно я набрал, набрал, набрал очень много вещей которые мы учили, мы не учили и в общем-то практически каждый урок привел как по чуть-чуть с тем чтобы мы немножко это введение было с моей точки зрения еврейское мировоззрение еврейскую философию еврейскую как бы вот как нужно мыслить теперь не очень не маленькая часть это для меня абсолютно новый тоже мне 40 лет я уже больше 20 лет религиозный еврей и так далее часть этих идей абсолютно новая для меня ну как абсолютно какая-то часть месяц назад я прочитал какую-то часть полтора года но это все-все вот очень свежее и новое и я это вам продаю как еврейское мировоззрение потому что я верю, что это правда теперь я хочу вас послушать я в общем-то более-менее отстрелялся на земле понятно ли было стал ли яснее прошлый урок и что вы можете сказать по поводу этого да короче не скромничай все хорошо получилось все нормально и действительно подтянул ты и прошлый урок вот все воспринимается нормально вот я только хотел подсоединить сюда еще такое понятие как родцовый шов, которое ты знаешь мне кажется вписывается вниз и снизу вверх мы это же упоминали в эту общую концепцию она очень-очень вписывается и тогда мы понимаем что вот как бы прошлое это как бы это гисталкут это уход, это рацион а будущее это гистапшут это распространение между ними настоящая это тшува которую мы делаем вот такая модель мне кажется и еще просто на конфетку мне в свое время папа лет сорок если не больше назад а больше лет сорок пять назад подсунул стихотворение которое эту концепцию ну просто очень хорошо рассказывает она не долго я прочту может вы знаете о нем это Галактион Табидзе написал в переводе Ахматовой хм мир состоит из гор из неба и лесов мир это только спор двух детских голосов земля в нем и вода вопрос в нем и ответ на всякое о да доносится о нет среди зеленых трав где шествует стада как этот мальчик прав что говорит о да как девочка права что говорит о нет и правы все слова и полночь и рассвет так в лепете детей враждует нет и да как и в душе моей как и во всем всегда вот такое вот стихотворение которое мне определило такой знаешь заряд концептуальный еще с детства в этом плане спасибо 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 Михаил Вад я хочу тебя послушать потому что в общем то ты меня вдохновил на этот уровень вы меня вдохновили я хотел бы высказаться да по поводу этого потому что я насколько помню мы закончили на том что Равкук примеряет обе концепции литваков и хасидов тем что и те правы и те правы но мы говорили о том что и вы упомянули об этом сегодня о том что мир идей и мир действий противоречат друг другу так как они находятся в разных плоскостях да до мира до мира идей как как вот этого ничего не делания полного подчинения Богу это относится к далекому будущему когда уже никому не нужно развиваться расти все достигли полного уровня развития понимания то есть мы говорим о о далеком будущем о котором пророки говорят то есть до него еще очень далеко а мир действий он может привести к тому что как бы человек может даже вступить в конфликт с Богом тогда когда он думает что его действия в этом несправедливом мире эти действия которые человек прилагает они они более справедливы и более и более ну скажем так положительно окрашены чем действия Бога которые это все допускают да то есть это с одной стороны конфликт и только в этом взаимодействии идея идея которая двигает действиями да и действия которые стремятся к идее только в этом случае это может поэтому ну для меня дать легитимность одной концепции и другой крайностям недопустимы только во взаимодействии вот все равно я стою сuß-квест � Stuart только во взаимодействии они могут могут сотрудничать хорошо я хотел бы только meglio они они для меня они вот в реальности они не существуют я хотел бы поправить placement очень хорошо очень хорошо я хотел бы только поправить что даже в будущем в далеком о котором говорят пророки и так далее Но развитие будет бесконечно, так как Раф Кук это однозначно пишет, развитие не остановится. Но на сегодня мир, как он есть, он не может, не готов воспринимать социализм, он рушится. И точно так же сложно там жить, если у тебя идея такая, а не другая. Завтра, когда мир будет более утонченный, более продвинутый, может быть, будет проще, может быть, будет можно. И вторая идея по поводу противоречия с Богом, это тоже идея двухсторонняя. С одной стороны, это правильно, это элементарно, а кто ты такой, что споришь с Богом? И это абсолютно, это первая идея, которая должна лежать в фундаменте, на первой этапе. И эта идея действительно самая, ты дурак, Бог, он большой, ты маленький и глупый, и чего ты, что ты выступаешь? Это правильное идея теперь. Но противоположная идея о споре с Богом, она тоже имеет место. И нам было бы всем очень классно, если бы идея о споре с Богом, мы бы находили только угрешных. Но Танах нам не дает такой, такого спуска, поблажки. Мы находим, что богоборцы у нас это праведники, и вообще весь наш народ назван народ богоборец. Если нам не нравится, что делает Бог, мы начинаем торговаться. Мы не спорим. С одной стороны, Авраам, обратите внимание, это практически близкие недельные главы, пошел принести собственного сына в жертву, ставя крест на собственном будущем, на всем. С другой стороны, когда нужно было торговаться за дом, он торговался как с Богом, как торговец на рынке, без зазрения совести, без стыда. И это не только Авраам Аввин. Мушер Абейну спорил с Богом, упертый, как ослик, неделю по нашим медрошам. Потом, бог его отправляет выводить евреев из Египта, он говорит, знаешь, что нет, отправь лучше Аарона, он лучше справится. Ты чего? А ты как? Илья Ау-Нави, пророк Илья и так далее. Немало у нас как бы именно фигур, которые мы подражаем им, да, они как бы у нас великие, они отличаются именно тем, что спорят с Богом. Почему? Опять-таки потому, что Бог в нас вдул божественную душу. И только пригибаться, когда я чувствую, что это несправедливо и плохо, это не правило. Нормальное свойство человеческой души, это спорить даже с Богом, если это мнение подходит. Теперь, это, кстати, тоже очень по-еврейски. Это очень еврейская черта, вот именно мы названы богоборцами. Да, то есть, теперь, для нормального человека, действительно, идея о том, чтобы спорить с Богом, она не самая лучшая. Но, как принципиальная идея, у нас есть пронизан весь удар. Опять-таки, возвращаясь к прошлому уроку, да-да, как вы сказали абсолютно верно, идеи должны взаимодействовать. Внутри идея о том, что ничего кроме Бога, снаружи идея о том, что я есть, у меня есть своя свобода выбора, я существую. То есть, большую часть времени, 99% времени, я живу с этой идеей. Но я знаю на задворках сознания, что есть более глубокая идея. Но я ей не живу ежедневно. Это я оставляю на один день в году. Это для емки-пура идея. Для шабата, может быть, немножко. Для каких-то вот таких, для молитвы, для очень... Для... Как это? То есть, у каждой идеи есть своя отрицательная сторона. Идея хорошая, положительная идея, которая дает мне правильно и морально вести себя в этом мире и продвигать этот мир о том, что я есть, у меня есть своя свобода выбора. Водирует меня сухим и черствым с той точки зрения, что недалеко от божественного... От божественной жизненности. Бог очень далек. И это меня высушивает. И как человек, как человечеству. Мне нужна противоположная идея. И они у меня живут внутри и вместе. Как? Как внутреннее и внешнее. Как что-то, что я мало, но нужно. И что-то, что много и тоже очень нужно. И здесь же есть вторая идея о том, что мы поднимаемся снизу вверх. И проживая эту вторую идею о том, что я есть, есть моя свобода и мои желания и все, я потихонечку освобождаю место для того, чтобы более глубокая идея смогла занять больше места. Спасибо. Еще кто что-то... То есть получается, что это такой скромный способ правокуга сказать о том, что, говоря о том, что и вы правы, и вы правы, это одновременно и способ сказать о том, что, дорогие, и вы не правы, и вы не правы. Очень хорошо. Правильно. Да, конечно. У меня еще мысль была по поводу... Вы приводили пример с жертвоприношениями. Вот у меня такая мысль появилась о том, что жертвоприношения детей в языческих культах, они призваны были получить какой-то результат, какую-то выгоду. Либо просили какого-то урожая, либо дожди. Да, ну вот с какой-то целью, приносили детей для того, чтобы умилостивить богов, да, своих. С целью, с целью выгоды. А вот Авраам, он собирался перенести в жертву Ицхака. Вот я не вспомню, чтобы вы какую-то целью преследовали. Не было у него выгод, но на сегодня идея о приношении детей в жертву, она абсолютно дикая, независимо от того, есть ли у него какая-то выгода. У меня такая мысль такая была и когда-то, что вот пример Авраама, он был поставлен настолько высоко, как такой пример высочайшей веры, что этой идеей заразились другие люди, используя ее в целях доказательства своего вот такого отношения к своим богам, получается. И если у Авраама это было бескорыстно, то с их стороны эта высочайшая цель использовалась с прагматической точки зрения и уже осуждалась потом. Это интересная идея. О том, что идея жертвоприношений людей пошла от Авраама. Мне так почему-то кажется. Очень интересно. Я с ней абсолютно не согласен. Мне так не кажется. Но если вы приведете какие-то доказательства, это будет очень интересно послушать. У меня ощущение, что идея о том, что... Идея человеческих сердцевоприношений была гораздо раньше Авраама. И Авраам взял от этой идеи к нам в юдаизм все лучшее, что можно было взять. Выкинув все грубое, что нужно было выкинуть. И так, то есть, очень часто в Торе мы встречаем идеи, которые были уже до того. Тора их берет, утончает и оставляет. Допустим, спорить о том, что, так сказать, идея о том, что там, не знаю, там все законы, они принципиально, они... Тора это первое, которое это сказал, это не совсем умно, скажем так. Но очень часто мы видим, что Тора берет существующие законы, и ту часть, которая из них морально хорошая, оставляет. Ну, идея, она действительно очень... очень интересная. Ну, у меня доказательств, как бы, доказательств таких нет, я просто... Можно поискать, можно поискать. Первый раз в Торе сталкиваюсь с жертвоприношением именно в примере с Авраамом. Я сталкиваюсь от того, что как-то от Адама до сегодняшних дней идет деградация человечества, наоборот, не возвышение, а почему-то потомки Авраама, потомки, я еще сказал бы, Адама, теряют связь с Богом, теряют информацию о Боге. И это приводит к каким-то нарушениям всяким. Поэтому сталкиваюсь первый раз с этим, я почему-то... Ну, у меня такая мысль почему-то появилась, что это было взято на вооружение другими народами, как пример, я бразилет, который использовался. Я понял. Это интересно. То, что вы сказали, это серьезно. Что первый раз в Торе, не единственный, в общем-то, не единственный, но первый раз, когда мы сталкиваемся с человеческим жертвоприношением, это Авраам, это хорошие доказательства, это неплохое доказательство. Действительно. Тут я хотел еще сказать, я забыл, ну ладно. А, по поводу деградации мира, эта идея распространена у нас в иудаизме. Раф Кук ее не разделяет. У него в очень многих текстах мы видим, что Раф говорит про развитие и продвижение мира вперед, постоянное. Это у него, то, что называется, у него фон. Теперь, безусловно, есть четкие, конкретные высказывания мудрецов и так далее, и зоры, и не знаю там чего еще, о том, что мир спускается сверху вниз. Это и существует такое, но общий подход Рафа Кука о том, что мир развивается и продвигается вперед. Безусловно, в моральном плане тоже. Это и мне нужно отметить. Возможно согласиться, что если отправной точкой брать исход из Египта, тогда можно согласиться. Но все, что было до этого, Адам ходил вообще рядом с Богом, Бог с ним разговаривал. Это может быть неплохое решение. Может быть неплохое решение. Ну, может, потомки были, но мне непонятно, как родители не передавали свои знания детям. Неужели не передавали? Ну, передавали. А что, не бывает, что у хороших родителей есть плохие дети? Вот, получается, дети теряли, и вот это как раз и является деградацией. Ну, может быть. Очень интересно. Спасибо вам. Кто-то еще хочет подытожить наш урок? Какие-то мысли есть? Хорошо. Если нет, то на этом мы завершим. Большое, огромное вам спасибо. И я надеюсь, в следующий урок мы вернемся к нашей книге. Хватит гулять направо и налево. Мы разобрали много интересных тем. Этот урок очень важен для меня, как именно введение в еврейскую мысль. Когда вот, как бы, немало литературы прочитав, я вот, как бы, у меня вот такое вот сложилось мировоззрение именно в последние годы, как я вам сегодня представил. Большое всем спасибо. Добрый вечер. До встречи на следующей неделе.